Гаджендару схватил крокодил, находившийся в воде, и он мучился от невыносимой боли. Но когда он увидел в небе на спине гаруды Господа Нарайану с чакрой в руках, он сразу же сорвал хоботом цветок лотоса и с большим трудом, преодолевая боль, произнес, «О Господь Нарайана, властелин Вселенной, о Верховная Личность Бога, я почтительно склоняюсь перед тобой». Комментарий Шваппады. Царь слонов так хотел увидеть Верховную Личность Бога, что когда заметил в небе приближающегося Господа, то, преодолевая боль, едва слышно выразил ему почтение. Преданное не считает опасное положение опасным, ибо оно дарует ему возможность горячо самозабвенно молиться Господу. Поэтому для преданного опасность ничем не хуже удачи. Когда преданный сталкивается с бедой, он воспринимает ее как великую милость Господа, ибо она позволяет ему со всей искренностью обратить мысли к Господу и не отвлекаться ни на что другое. Цитата из Бхагават 10.14.8. Преданный не винит Верховного Господа в том, что Он позволил ему оказаться в опасности. Напротив, Он считает, что это опасное положение – результат его собственных прегрешений. И видит в нем возможность обратиться с молитвами к Господу и поблагодарить Его за ниспосланную милость. Если преданный живет в таком сознании, то спасение или возвращение домой к Богу ему обеспечено. Это подтверждается на примере Гаджендры, который горячо молился к Господу и тем самым сразу обрел возможность вернуться домой к Богу. Здесь раскрываются некоторые аспекты сознания Кришны. То есть как преданный в сознании Кришны относится к обстоятельствам. В Бхагавад-гите говорится, что преданный вне двойственности. Он равно видит как хорошее, так и плохое. Как потери, так и приобретения. Здесь раскрывается этот момент. В двенадцатой песне Бхагава говорится о том, коротко, что если человек при случайном падении, скажем, поскользнулся, падает, или в момент опасности, в момент сильной боли, или болезни и прочие какие-то несчастья внезапных, если он произнесет, я приношу поклон и прославляю Господу Хари, он освобождается. Это такая короткая формула, двенадцатая песня Бхагава. Что если в минуту опасности споткнулся, упал, заболел, ударился сильно, в это время он говорит, я поклоняюсь, я просто слава Господу Хари. Слава Господу. И Харея Кришна, можно сказать. Он освобождается. Освобождается от всех проблем, всех несчастья. Ну и здесь в комментарии Парупада раскрывает это более подробно, как он освобождается, почему. Это означает, что если в момент боли и опасности человек прославляет Господа, это сознание Кришны. Это и есть сознание Кришны. Вот оно. Когда человек прославляет Господа за то, что дает ему деньги, здоровье, долгую жизнь, это тоже сознание Кришны. Но когда приходит боль, несчастье, он забывает прославлять Господа, то это уже не сознание Кришны. Вот это, наверное, равное отношение и к счастью, и несчастью, ко всем обстоятельствам жизни. Тут я вспомнил этот пример. 1991 год. В Риндаван. То ли первая, то ли вторая поездка, я не помню. И там был один Саньяси, очень такой интересный. Он всех испытывал как-то, неожиданные всякие вещи придумывал, чтобы испытать сознание Кришны у преданных. Ну и как-то очередь дошла до меня. Он это сделал абсолютно неожиданно. Никто даже не понял, что это за испытание будет. Он подошел ко мне, там, вашими, на территории Фогла Ашрама, с каким-то пакетиком в присутствии, в окружении других преданных, и протянул пакетик и говорит, посмотри. Там на этикетке было напечатано, отпечатано был такой пакетик бумажный. Кобра была изображена, кобра отпечатана, и яйца. То есть у нас несло яйца, и вот эта кобра стережет эти яйца. Вот такое изображение было. Все, настоящее, как бы, фабричное производство. И там написано было, змеиные яйца по-английски. Я это понял, я прочитал, там змеиные яйца, он мне пакетик отдаёт со змеиными яйцами, значит. Ну, Саня, если подходит ко мне, я, значит, ну так, внимательно к нему, что-то он хочет, но я взял этот пакетик, а он мне говорит, посмотри, открой. И я его так сжал с двух сторон, чтобы он раскрылся, пакетик этот, чтобы заглянуть внутрь так осторожно, что же там такое. И там такой звук трр-р-р возник. Ну, то есть была какая-то там пружинка, проволочка какая-то, заряженная специально. Это была шутилка, в общем. И вот когда я ее освободил, она трр-р-р, я от испуга закричал «Ай!» бросил эту в сторону выбросил подальше все вокруг рассмеялись потому что он это уже это испытание эту шутилку делал со многими русскими я был очередной и он на меня так серьезно пристально смотрел занятия и говорит что что сказал ты сказал ой ты пошел на ай локу сейчас вот и должен был сказать хари кришна где твое сознание кришна стану ругать значит я расстроен и думаю вот мне никакого осознания кришна я думал у меня есть одна и кришна в нем нет никакого сил расстроены ко мне подсел еще один преданный не расстраиваться но сделали вчера то же самое игру ну как ты вспомнил кришну гидания будет куда-то ну вот как бы в жизни будут испытания они всегда будут обещаны этого бхагавадгити они всегда чередуются счастье несчастье но мы ждем что когда ты все равновесится потому что у нас есть кришна и сискон когда ты все-таки счастье установится стабильно мы рассчитываем вот наверно когда божества в храме установим то все карьюга закончится или если мы будем праве проповедовать правительству и наверняка жизнь сразу изменится и станет лучше может быть но сама материальная жизнь не меняется никогда суть ее абрама бауна лука пунара варти наржуна от высших планет до низших есть неизменный материальный принцип это место страданий место рождения смерти где бы мы ни были с вами то есть вот это мы должны знать очень хорошо что даже если мы здесь устраиваем хорошие условия для осознания кришны развития духовной практики то что это означает означает что мы будем равно относиться ко всем этим переменам не означает что перемены закончатся и жизнь будет вечная мы никогда не заболеем и зубы не заболят и пандемия не придет к нам нет преданные тоже болеют коронавирусом никто же болят зубы тоже стареют они тоже умирают но они говорят слава господу хари они всю жизнь это говорят с утра до вечера говорят слава тебе господь слава тебе хари кришна не повторяют они читают смат бакат они упиваются этими историями этими качествами господа и терпят эти страдания титикшасва бхарата они терпеливы терпение это очень важное качество векали говорится как раз нам помогает развиться знание кришны иногда мы также торопимся обрести самадхи обрести любовь к богу прямо как желание ну быть счастливым человеком всем хочется поэтому мы хотим быстрее обрести бросаемся в шастры изучаем быстрее постичь вот эти термины снега бхава маха бхава хай бхава анурага рага давайте все это выучим хорошо да это хорошо это очень хорошо но не в страсте страсть означает что хочу этим наслаждаться я тороплюсь накапливаю эти знания но когда в жизни приходят трудности я не знаю как применить снега бхава маха бхава я говорю дайте мне деньги дайте мне лекарства я хочу как-то жить выжить где моя семья где мое здоровье нас могут беспокоить эти вещи даже если мы наполнены какими-то теоретическими знаниями поэтому обязательно обязательно нужно прожитая честно жизнь в сознании кришны обязательно нужно научиться быть искренним недвойственным если мы прославляем кришну то нужно прославлять его за все потому что он абсолютен и за какие-то приятные вещи которые в жизни приходят из-за неприятные вещи потому что они нас подталкивают к богу то есть кришна знает как нас вернуть он знает как устроен этот мир он устраивал этот мир для этой цели это сокровенная тайна этого мира мир устроен так чтобы вернуть живое существо к богу он должен исчерпать все свои чувственные наслаждения свои счастья радость и горе исчерпать конце концов придаст верховному господу и да это двойственность только подталкивает его ближе и ближе и здесь пример слона ага джендры слонга джендра очень сильно мучился долгое время эта ситуация была вообще невероятно невероятная ситуация на горе мрикута это райские планеты высшие планеты там никто вообще не страдает слонга джендра попал в такую ситуацию даже в раю смотрите даже в раю удивительно такие мучения он испытывал то есть крокодил держал его за ногу мертвой хваткой это сильная боль это кровь и борьба сто лет по исчезлению полу богов это было мучение даже ну больше чем можно себе представить на земле даже больше чем можем представить себе вот в обычном обычном материальной жизни на средних планетах это было подобно аду поэтому все не убивали как такое могло случиться нам реку ти там жители райские наблюдали все это и удивлялись все мы тоже надо удивляемся как это вот преданный да и хороший человек благочестивый так страдает так страдает почему за что непонятно но гаджендра он понимал поскольку он прошлой жизни его жизнь была очень ну как бы удачлива духовная жизнь у него была у него была хорошая жизнь и так он совершил просто одну ошибку и поэтому так так страдал в этой жизни будущее славном из-за проклятия но и проклятие это все равно беру благословение в итоге здесь как раз описывается что гаджендра предался богу очень быстро в какой-то момент он звал искал ждал господа все это время когда когда он уже потерял свои силы когда он уже был готов к смерти он стал всплыли его духовные знания с прошлой жизни как царь индра дюмна он был великой личностью великим преданным и по милости господа все это знание в нем сохранилось и всплыли эти молитвы и он понял что это не крокодил нет это время время материальном мире все 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 под влиянием времени и кто же может остановить это влияние времени крокодил или что-то другое неважно но время убивает из каждого и только греховный господь есть до творения во время творения после творения и в жизни смерти он сопровождает живое существо единственный кто не оставляет живое существо все остальные моя семья мои дети все оставят меня они на берегу даже не не решаются не осмеливаются войти воду что помочь мне они просто плачут вместе со мной мой дорогой отец мой дорогой муж мы с тобой душой душой с тобой но телом мы не можем мы оставляем расстаемся да ты погибаешь вот мы скорбим о твоей участи мы не помним тебя долгое долгое время может быть памятник поставим что-то еще сделаем не переживай умирай но но господь сопровождает живое существо и в жизни в смерти и тогда гаджендра понял что этот крокодил представитель бога это тоже представитель бога действительно времени и тогда он стал вознесить молитвы обращаться господу с полной верой тут говорится что он уже была собственно истощенной от боли и обессилен в воде без пищи долгое время крокодил он воде не терял энтузиазма и сил его стихия и в этот момент критический момент когда совершенно ослаб появился господь на гору и удивительно потому что есть этот райский мир замер когда увидел его райский мир сияющий мир прекрасный мир но господь на районе когда появился там на гору где он затмил это сияние один вид умиротворял и вселял надежду великую надежду и гаджендра он увидел господа и здесь говорится что он уже был слаб все что и он мог сделать в этот момент это хоботом сорвать лотос лотос росли вокруг в этой прекрасном этом озере под ножью горы райское райское озеро с нектаром воды гаджендра сорвал хоботом лотос протянул его как мог этот лотос господу на районе и вот он здесь выражает свою любовь невзирая на боль с большим трудом выражается любовь и прославляет господа и это то что написано 12 песни бхагаватами если невзирая на боль на болезни на опасность несчастье скольжение падения человек прославляет господа он освобождается это правило и далее будет описываться как господь решит эту ситуацию это уже другой будет текст другие тексты мы остановимся здесь вот на этом моменте выбранном тексте на этом моменте что человек что преданный он должен развить свою сознание кришны чтобы прославлять господа при всех обстоятельствах что для нас это означает как бы наша жизнь складывать всяком складывается мы видим уже за эти годы судьбы разные у преданных есть и болезни и смерти и семейные проблемы есть у преданных и беспокойство эти конфликты все все есть по что материальном мире есть материальная сторона она присутствует но для нас это означает что мы при всем при этом стабильно воспевают свыше 16 кругов мантры минимум и соблюдаем регулирующие принципы мы не уступаем не идем на уступки на такие границы мы продолжаем воспевать святые имена мы собираемся чтобы прославлять господа читающим от бхагаватам воспевая громкие киртаны и громкие громкие киртаны и действительно действительно смотрите чем труднее наша жизнь чем чем больше опыта испытаний получаем суровых тем глубже наши киртаны удивительно тем слаще этот вкус святого имени это удивительно это то что здесь написано в бхагаватам это правда смотрите это правда святое имя освобождает человека просто обращается к нему искренне поэтому мы говорим хорошо да пусть будет как будет пусть господь дает нам все что он пожелает и счастье несчастье пусть он либо обнимает либо растаптывает но ложное эго я все равно буду служить его буду воспевать его святые имена я буду прославлять его со стороны в бхагаватам я буду повторять что говорили великие ачарии я буду петь славу этим ачариям предыдущими верховному господу буду кладиться всем преданным так говорится что пока человек не увидит в каждом преданном садху он не попадет во вриндаван не станет жителям риндаван в каждом преданном сад мы говорим конечно пикаре матьяма пикаре в каждом садху нужно вот это видение осознание криш называется но вы скажете разве там нет недостатков при этом то есть конечно но мы же видим хорошие вещи мы же видим ценности настоящей ценности если вы видите не чистое место и в нем кусочек золота вы забываете про нечистоты вы берете золото если у преданного есть эта вера это служение то это настолько ценно что мы уже не обращая внимание нас не слишком беспокоит эти недостатки и вот это сознание на сознание кришны здесь слонга джентль он проявляет свое сознание кришна в необычной ситуации тем более что он представьте не просто болен не просто несчастье от этой ситуации он еще и стал слоном нам слава богу повезло мы еще люди мы еще не стали слонами или собаками хотя мы близко были к тому чтобы стать собаками и кошками пропада говорит но как бы имеем все-таки человеческое обличие и разум где все-таки есть какая-то памяти и стремление к абсолютной истине заложено в этой но он в теле слона был ему было труднее еще ему сто лет понадобилось подчисление полубогов сто лет чтобы вот в этой ситуации очиститься от слонов их обусловленности и обратиться господу и как ситуация совершенно невероятные все же когда он обратился господу он освободился из тела слона прямо господа ведь и безразличное какое у нас тело женщина или мужчина и даже животное может совершать преданное служение милость господа такова к любой любой может решать при этом служит любой может обратиться к нему осознанно неосознанно прямо или косвенно неважно он это все запомнит он все это сплюсует все это положено на счет он такой добрый такой милость это высшая добродетель говорится Ну, мы жители Кали-Юги, мы вообще непонятно, как попали в сознание Кришна. Ну, помилуйся Господа Читани, мы знаем. Ну, вообще-то, мы жители Кали-Юги, нам гарантирована деградация. Временем. Подпределение времени. Но Гаджанда говорит, время подчиняется Господу. Поэтому, если я обращусь к Господу, время не будет влиять на меня. Итак, к Кали, конечно же, много неблагоприятного влияния. И как интернет, он тоже заполняет все сознание людей. Но мы пользуемся интернетом тоже. Для онлайн, бхагаватам, видите, наконец-то мы осваиваем эту науку Кали-Юги. Наконец-то мы применяем все, что возможно применить в сознании Кришны. И действительно, это ускоряет процесс, нашу миссию ускоряет. Удивительно, не так? Мы можем быть в любом части мира и общаться каждый день вообще, сколько хотим. На работу ходить не надо, пандемия, интернет работает хорошо. Удобно, видите, какое благоприятное обстоятельство у нас сейчас для развития сознания Кришны. Честно говоря, я уже говорил об этом, что я беспокоился о том, что жизнь превратилась в хаос. И стало еще труднее воспевать преданным, труднее и тяжелее поддерживать себя. Действительно, труднее и труднее для духовной жизни ситуация складывалась так. И вот эта пандемия, как бы, ну просто, знаете, передышка. Мы можем, наконец, заняться своей джапой, серьезно. Только, пожалуйста, не теряйте это время напрасно. Не теряйте это время напрасно. Это хороший момент, чтобы реформировать, восстановить свою джапу. Чтобы вычитать все книги про упады. Один раз, два раза не знаю. Чтобы общаться по интернету, проповедовать по интернету. Безгранично можно это делать сейчас. Поэтому здесь, согласно этому стиху, мы склоняемся почтительно перед Господом, Нарайной. Преодолевая все наши трудности и страхи. Благодаря Его за эту ситуацию, где мы можем развить, улучшить свое сознание Кришны, джапу. Где мы можем осмыслить чримад-бхагаватам, бхагавад-бхиду. И можно отвлечься от проблем денег и чего-то еще. Ну вот, я несколько слов сказал. Также Маджи Мадакин у нас присутствует. Как всегда, она может дополнить эту тему. Пожалуйста. Харикришна, thank you so much, dear Chaitanya Chandra Charanprabhu. Спасибо большое, дорогой Chaitanya Chandra Charanprabhu. By hearing you, we are ready to welcome any difficulties. So, you know, when I joined Krishna Consciousness, and after a week or so, I was considering getting initiated by Śrīla Prabhupāda. So we had to write a letter to him. And being very new, I told him I was appreciating the bliss of Krishna Consciousness. There was such a strong taste in chanting the Holy Name and going on the Harinam. And we could really practice, you know, chant Hare Krishna and be happy. So, Krishna likes us to be happy. То есть, Krishna нравится, когда мы счастливы. He doesn't want to torture us. But as life goes on, even as a devotee, we have to face a lot of difficulties. Но в жизни, даже когда мы преданными, мы являемся преданными, все равно мы встречаемся с трудностями. Sometimes very severe difficulties. И иногда эти сложности, они очень серьезные. And then we have two choices. И тогда у нас есть выбор между двумя аукциями. One very close, devoted friend, she had to test, to face very, very severe difficulties. Одна из моих подруг преданных, ей пришлось как раз вот с одной очень серьезной толкнуться сложностью. And then, after so many years of Krishna Consciousness, of practice, she was just wondering, why is Krishna doing this to me? I've been given practically all my life to Krishna, my best years to Krishna. And why is he doing this to me? Is he ungrateful? Is he even really existing? And then she started to develop a very, very big anger to Krishna. But as we read in the scriptures, in so many different lila and texts, there is another way. As Maharaj was saying, actually, to accept the difficulties with gratitude, with grace. Just to pray the Lord, you know, my dear Lord, just do with me whatever you like. But please, please, give me the strength to pass the test. And I really liked, I really like what Radha Natswami is always saying, that we are not good weather devotees. Sorry, could you repeat what he's saying? We are not good? We are not good weather devotees. Weather. Good weather. Yeah. Мне нравится, что говорит Radha Natswami Maharaj по поводу этого. Мы не являемся преданными дословно хорошей погоды. Most people feel very happy when the sun is shining, when the sky is blue. And he says, in Krishna consciousness, he's like that. Sometimes the sky of our spiritual life is very blue and the sun shining. Then we can keep all these strength from that time. And when we face difficulties, that stronger strength and taste will help us to pass the test. It's not that the tests are easy. We can see in that beautiful text that actually Gatchandra is actually he's taking a lot of flower and he's in very much painful condition and he's experiencing great difficulties. And then he's offering the flower to Krishna. And there is something beautiful in the purport that we find in different texts of Srimad Bhagavatam and that Srila Prabhupada is repeating again and again. And in the comments we can read very strange words and Srila Prabhupada often repeated. So he's saying that when a devotee lives in this way of accepting difficulties as an opportunity He says his salvation is going back home back to God and is guaranteed. So everybody who tolerates these big difficulties it's absolutely sure he's going to go back home back to God ahead. Because as you remember in Bhagavad Gita Krishna is telling Arjuna you tell the world that my devotee will never perish. Krishna knows that many times out of love for his devotees he's broken his own promise. That's why he tells his dear devotee to tell the world. Then Krishna will honor the promise of his devotee. and he's promising that if we pass the test of sufferings and very severe difficulties we go back home back to God and for sure difficulties are a great opportunity to witness the protection of the Lord. and then when we pass the test the Lord is just giving mercy and mercy and mercy and more and more opportunities for service. to be a witness of the Lord and the grace of the Lord and the grace comes and comes. And just I was at the moment I'm also reading again a book describing the life and thoughts of a very wonderful saint saint lady called Saint Teresa of Lisieux. In the moment I read a book about a franciscan saint 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 Teresa of Lisieux. She actually adopted an order of mystical Christianity called the order of the Carmel and they understood actually the gift of difficulties and they understood actually of difficulties and it brings us closer to the Lord she actually is using a very beautiful picture the knowns in that order when they pronounce their vows they become actually married to Lord Jesus Jesus she's comparing these very extreme difficulties to the way of getting the wedding dress very beautiful with more and more jewels so these difficulties they actually jewels when we pass them but but for us in a very practical way to overcome these difficulties it's only by the mercy of our spiritual master and the associations of our dear devotees so that's just a few thoughts ahead it's a subject I really treasure you know how to find the opportunity in difficulties it's несколько мыслей которыми я хотела поделиться с вами эта тема она очень близка и это очень важная тема как мы можем видеть шанс какой-то шанс возможностей сложности конечно большое спасибо маты жимандайкини за ваши представление сознания кришны на эту тему итак мы сейчас тогда приступаем к иштагошкам на иштагошках мы придерживаемся принципов вайшнавского этикета я пытаюсь напомнить преданным о принципах иштагошки принципы вайшнавского этикета это принципы уважения принципы доверия если предные хотят сказать или задать вопрос пожалуйста поднимайте руку у нас есть администраторы которые следят за нашей встречей поднимите руку или напишите о своем вопросе в чате и аграджи при прабу я депурша гаура прабу будут помогать мне и организовать включение и выключение ваших микрофонов вы также сами можете включать и выключать ваш микрофон и прежде чем вы начнете говорить пожалуйста посмотрите чтобы ваши микрофоны были включены чтобы мы могли вас хорошо услышать и увидеть и так и штагушки они посвящены теме трудности порождают рождают возможности мы говорим о ситуации которая сейчас сложилась в нашем движении в нашем обществе в нашей общине и в начале я хотел задать вопрос его милости читания чанри чарану прабу хотя в некотором смысле вы уже затронули эту тему но так или иначе я хотел спросить у вас пожалуйста поделитесь вашим пониманием ситуации в которой сейчас находятся преданные в связи с пандемией какое влияние эта ситуация оказывает на преданных и на наше движение на нашу организацию в целом каковы ваши наблюдения или может быть каковы тенденции вообще в нашем движении в связи с ситуацией в которой мы сейчас находимся но эта ситуация как и все это порождение материальных каких-то движений взаимодействий и есть много сторон конечно же которые затрагиваются экономическая сторона сторона здоровья эмоциональная сторона политика все это все это бурно обсуждается бурно обсуждаются эти все материальные составляющие но не обсуждается в мире как бы духовная сфера в принципе не обсуждается люди не понимают как как привнести сюда смысл какой-то духовный все относятся к этому крайне неблагоприятно люди не хотят пандемии не хотят экономического спада не хотят чипизации многие там вакцинации много сейчас есть противоречий бумаг у людей и это одна сторона там выхода я не вижу никакого у них потому что ну но нет там решения нет решения никакого то есть они могут найти какое-то решение но появятся новые проблемы но мы сколько живем столько и видим эти проблемы они не уменьшаются на самом деле становятся тоньше тоньше и тоньше то есть любой здравомыслищий человек понимает что это не конец решение этих проблем не конец а скорее всего будет хорошее продолжение проблем больше еще вот поэтому преданным очень важно отделить вот в своем сознании вот эти происходящие материальные события от духовной жизни отделить материю и дух на практике это увидите вот материальный мир таков это и будет продолжаться и так далее 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 эти циклы идут 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 калию и так далее и так далее и так далее наша задача интенсивный духовный рост но с этой точки зрения мы уже говорили до отмечали что любая ситуация и даже чем хуже тем лучше получается может подтолкнуть преданного еще сильнее интенсивнее кришне к святому имени но также мы видим что преданные некоторые страдают и до пандемии и во время пандемии и после пандемии есть преданные страдающие мы должны заботиться об этой стороне заботиться о нашей вере общаться поддерживать дух поддерживать дух углублять свои знания собственно это задача общества сознание кришны создать такую атмосферу где мы могли бы чувствовать защищенными вот духовная энергия способна дать такую защиту если мы правильно этим воспользуемся если мы будем избегать критики оскорблений если мы сможем больше и больше доверять нашу гуру парампари книгам Шила праупады святому имени мы сможем обрести такую защиту создать общество которое сможет защитить наши умы чувства наш разум это есть как бы суть нашей жизни внутренняя суть нашей жизни быть под защитой вот это несколько мыслей на этот вопрос что есть как бы две вещи есть материальные стихии вот они бушуют иногда штормят иногда там штиль всякое бывает и есть духовная жизнь корабль должен идти и в шторм и в штиль и в штиль эта команда расслабляется обычно можно не спешить можно наслаждаться жизнью материальном мире но в шторм команда интенсивно работает сплачивается поддерживают друг друга защищают то есть все становится намного уровней выше нашей деятельности поэтому иногда материальная природа штормит и мы становимся хорошей командой в экстремальных обстоятельствах и нам нужно понять вот за это время карантина вот этих проблем и они еще будут продолжаться конечно же понять значение общества сознания Кришны значение того что Пурпада нам дала и что мы должны из этого сделать мы должны добиться чтобы общество давало нам веру защиту мы должны создать такую атмосферу вот это наша задача то есть мы на хорошем корабле должны быть в движении сознания Кришны это вопрос был только ко мне или кто-то может дополнять еще это вопрос был к вам большое спасибо что вы поделились этим видением видением того что шторм дает нам возможность сплотиться и стать по-настоящему сильной командой провести некоторую переоценку наших представлений о нашей духовной жизни о нашем движении может быть что-то подправить и изменить в этой связи у нас также здесь на Иштагошках присутствуют старшие преданные из омской общины и я также хотел предоставить им слово чтобы они сказали о ситуации которая сейчас у нас существует в общине как чувствует себя преданный что происходит я хотел начать с того чтобы предоставить слово председателю совета омской общины Ганга Хари Прабу который может дать некоторую оценку ситуации в общине Ганга Хари Прабу вы готовы поделиться своими своим видением пониманием ситуации у нас есть по времени 3-5 минут пожалуйста будьте краткими дорогие преданные говорите по существу если вам нужно больше времени тоже дайте дайте знать это также возможно но учтите что все равно наше время ограничено итак Ганга Хари Прабу пожалуйста вам слово если у вас также есть какие-то вопросы то вы их также можете задать в процессе вашей презентации и ваше обращение Хари Кришна дорогие преданные примите мои смиренные поклоны я сейчас как раз нахожусь в храме мы здесь в алтарной комнате с участком в штагошках и я кратко расскажу что происходило для нас конечно это было все неожиданно в какой-то степени но в то же время Чистан Чандар Чарам Прабу правильно сказал что в трудные времена команда она сплачивается и я считаю это нашим большим достижением то что в Омске Омское общение очень сильная команда преданная и мы получается конец марта мы очень хорошо сплотились очень организованно начали действовать мы выполняли все рекомендации GBC все рекомендации региональных секретарей и наша задача была в первую очередь это сохранить поклонение божества потому что в Омске очень высокий стандарт поклонения очень большое количество людей более 100 человек заняты поклонение божества и в связи с тем что нам нужно было закрывать храм останавливать программы у нас была большая сложность сложность которую нужно было решить как нам поклоняться божествам и у нас был сначала собран совет так сказать санги лидеров служения у нас есть такая санга преданная которая отвечает за практическое служение в храме мы кстати это делали в прямом эфире все могли наблюдать как мы общались и были приняты решения о том как действовать в условиях закрытия храма ограничения доступа в храм и закрытия храма ограничения доступа потом на основе этих решений мы собрали совет старших преданных домской общины вместе с манибанкой пробу свальники пробу мы два раза очень долго общались тоже это уже блок зуми соответственно были приняты принципы работы храма на период карантина монохара пробу наш старший пуджаре он разработал новые более упрощенные стандарты поклонения божествам служения рада говинде вот и соответственно была создана команда то есть вся вся тяжесть или милость служения божества она она легла на пуджаре которые жили в храме на брамачари под руководством аннатарагова храма триматаджи практически круглосуточно занимались служением потому что помимо того что есть поклонение божествам есть еще кухня божеств и у нас очень много живет туласи в храме они также требовали служения и я выражаю всем большое благодарность за то что все так хорошо очень сплотились и служение божествам в храме продолжалось оно не прекращалось ни на один день примерно на месяц были немного понижены стандарты ну я бы так сказал что они не сильно существенно то есть там был вопрос с гирляндами вопрос с количеством блюд но в целом поклонение продолжалось на очень хорошем уровне сейчас в настоящий момент поклонение божествам восстановлено в полном объеме уже около месяца проходят все уже в полном объеме предлагаются гирлянды из живых цветов готовятся полностью весь комплект комплект блюд которые предлагаются божествам соответственно вы сегодня видели уже даршин вы еще увидите среди наших замечательных божеств они все конечно ждут вас ждут когда преданные смогут приходить свободно в храм сейчас в настоящий момент в храм приходят преданные по служению те кто занят на служении куджарской в алтаре гирлянды переодевания божеств приготовления блюд для божеств мы также ждем когда мы сможем наконец-то более полноценно открыть храм для того чтобы преданные могли приходить на даршины на лекции соответственно будет как только появится такая возможность мы сделаем объявление в группе рада гавинда и будет описан регламент как можно будет приходить храм помимо того что у нас была задача сохранить стандарт по плане божествам также была очень важная задача это забота преданных которые нуждаются в заботе и мы были постоянно на связи с матаджей Симарани с матаджей Митровиндой то есть мы я попросил как бы мониторить ситуацию по преданным которые находятся в пожилом возрасте либо болеют чтобы они постоянно с ними общались и появляя есть какие-то потребности в здоровье и продукты питания ну слава богу у нас никаких таких происшествий не было матаджей Морани готовила просад тоже угощала доставляла нашим пожилым преданным в этом плане все было очень хорошо также преданные которые ведут намахаты бактиврикши они также очень хорошо организовались по сути дела ни одна из программ не остановилась они перешли сначала в онлайн формат преданные общались безумие то есть продолжалось обучение у нас много преданных записалось на онлайн бактишастры проекты учи шастры которые также у нас преданные поступают в мой курс в академию тоже онлайн будут учить шастры образовательный процесс он продолжается ну у нас омская община это не только омский храм это также и 5 истин планета кров они конечно сегодня включатся еще более активно расскажут ну вот хочу сказать что мы очень тесно тоже взаимодействовали преданные 5 истин тоже составили там свой план они к книгу очень строгий план они вообще никого не пускали 5 истин я даже один раз приехал меня даже меня только за забор пустили храм пустили вот и они очень большие молодцы потому что они организовали очень большую программу проповедническую это был онлайн марафон в течение 7 дней читали Шиман Багават большой международный проект подключились также духовные учителя я знаю что у тебя Ватака с вами подключился еще духовные учителя из кон также участвовали в этом проекте в течение 7 дней как Макараш Парикшит также 7 дней слушал Багават там был такой онлайн проект руководством Валентин Прабу я думаю что они сегодня об этом расскажут ну а на планете коров там жизнь она начала бить ключом еще сильнее это как раз была весна я плотно общался с Раджарашем Прабу вот у них сейчас там очень активно идет служение работа благоустройство они приняли наставление своего духовного учителя стали больше сеять чтобы преданы на планете коров были более обстановлены чтобы были полностью свои продукты вот так что я думаю что они тоже сегодня расскажут об этом подробнее и также по поводу продуктов мы посеяли больше тыквы вот Матаджи Шимарани она активно в этом участвовала вы знаете что мы сеем тыквы регулярно обрамочаряжем вот посеяли тыквы в два раза больше вот и еще хочу также благодарность выразить Матаджи Мандакине младшей из Омска Марине Дегтяревой она как руководитель пищи жизни они также не остановили свое служение и было организовано несколько сборов продуктовых наборов для нуждающихся в детские дома и в центре реабилитации вам тоже большая благодарность вот ну и в завершение хочу сказать что буквально на этой неделе у нас началось наконец-то благоустройство дорожки вчера позвал вчера мы делали прямую трансляцию сейчас идет работа чтобы к храму 300 метров будет хорошей качественной дорожки больше не будем ходить по грязи с остановки поэтому процесс идет служение не останавливается преданные активно участвуют по мере возможностей кто-то финансово кто-то физически служит кто-то проводит онлайн программы проводят онлайн киртаны сейчас дома некоторые собираются киртаны проводят поэтому большая благодарность большая благодарность всем членам совета всем старшим преданным которые взяли ответственность на свои плечи в этот сложный период все большие молодцы у всех все в целом получается поэтому мы здесь под стоп шиширада говинды мы все счастливы у меня в принципе все Харикришна если потом будут ко мне вопросы я могу на них ответить Харикришна большое спасибо Ганга Харипрабу за эту вдохновляющую презентацию ситуации которые в нашей общине в Омске присутствуют я так хотел попросить сейчас вальмики прабу если он нас слышит и участвует в этой встрече сказать о ситуации которые сейчас в пяти истинах о проектах которые в пяти истинах проходят вальмики прабу у вас есть пять минут если вы на связи пожалуйста включайтесь Харикришна дорогие преданные Харикришна дорогой Гуру Махараш по полной примите пожалуйста спасибо всем вайшнавам за то что собрались так активно и штагошки тем более в такое время великая ценность сейчас мы все ценим общение в интернете раньше возможно это не так было нами использовано но вот как говорится нет худо без добра да мы проводим активную проповедь стараемся не снижать ее пандемия не пандемия мы продолжаем наш марафон это уже третий марафон за это время то есть семидневный марафон он был кассоразминкой потом через какое-то время мы еще сделали марафон по чтению читания чаритамриты и буквально там через неделю перерыва может быть дней 10 мы начали сейчас третий марафон мы прочитали багавадгиту с комментариями чтим сейчас марафон заканчиваем и завтра у нас должно начаться читание чаритамрита но мы похоже ее чуть днем позже начнем и и в эти трудные времена как оказалось вот это чтение священных писаний очень сильно помогло многим преданным в разных странах в основе это постсоветское пространство преданные начали читать книги и видно что многие получают вкус сейчас тот вкус утерянный который потерялся из-за вот этой динамики внешней которую мы до этого использовали как будто бы для счастливой жизни в сознании кришна но как оказалось вот это счастье оно погружение сейчас проявляется чтение джапы внимательного то есть больше времени уделяют преданные в этом марафоне удивительно то что легко очень легко можно служить ученикам Шилы Прхупады занимая их служение то есть это наше служение занимать их служение потому что они уже вот-вот оставят уже этот мир и так много времени осталось и мы можем как будто бы как осиротеть без них и сейчас это легко доступно по крайней мере вот в нашем проекте по милости матушке Мадакине она охватывает какой-то большой спектр общения с ними вовлекает их и около 20 больше 20 человек учеников Шилы Прхупады участвуют каждый день дают общение именно воспоминания Шилы Прхупады это такое живое общение оно сохраняет наше сознание Кришны поддерживает его сохраняет приумножает его что касается самой пандемии я просто как на роли секретаря регионального хотел бы попросить обратиться к предным общины нашей пожалуйста сохраняйте все равно безопасность то есть технику безопасности сохраняйте не расслабляйтесь например вот нашего нахождения в Окунево сейчас много слухов ходит что мы все заболели коронавирусом то есть все такое и в какой-то может быть степени это так и есть так и было скажем так потому что мы так же как будто бы сняли самоизоляцию но мы ее не снимали но люди не спрашивают нас они приезжают отовсюду пытаются прийти на программы к нам сюда то есть пообщаться повоспевать просад вкусить и как бы мы не пытались здесь все это оградить но так или иначе все равно проник человек просто больной и благо что у нас есть защита наш всеми уважаемый возлюбленный Аударитхама Прабу который может очень легко и быстро выявить начальную вот эту стадию нейтрализовать быстро и он что он и сделал в принципе в этом плане я бы хотел предных успокоить ничего страшного здесь уже нет все прошло то есть человек который был больной он уехал и он уже вылечивается сейчас мы здесь кто с ним пообщались так же по милости Аударитхама Прабу вылечились почти что вылечились уже тут нету никакой опасности и я это к тому что предные все равно не расслабляйтесь на своих местах все равно сохраняйте определенную дистанцию то есть держитесь насколько это возможно в безопасном положении не фанатеете что сейчас надо служить и теперь нам всем надо бежать в храм срочно будьте все равно аккуратны потому что наша задача сохранить наше сознание Кришны и чтобы проповедь наша не останавливалась что она может остановиться из таких тенденций вот этих заболеваний но что касается предных там в пяти истинах на ферме я думаю они расскажут что там происходит у них одно знаю точно что очень вдохновлены предные все и по их милости мы так же проповедуем то есть этот марафон не без их милости проходит что они там в тылу так же трудятся служат поддерживают свое общение и так же по своему так же проповедуют распространяют осознание Кришны в интернете почты отправляют разные продукции книги то есть все не останавливается наоборот даже как-то усилило всем спасибо огромное Аган Гахари Прабу за такой хороший вдохновляющий отчет очень здорово что все двигается у нас не расслабляемся мы продолжаем поддерживать поклонение Божествам проповедуем поддерживаем пожилых преданных спасибо всем преданным Ари Кришна поклоны примите пожалуйста спасибо Вальмике Прабу за ваше участие в этих иштабошках для нас очень важно видеть вашу проповедь она всех нас очень вдохновляет дает также нам силы продолжать наше служение а сейчас я хотел попросить Матаджу Гаурапри если она на связи у вас есть 3-5 минут для того чтобы вы также могли сказать чем живет сейчас кафе Говинда как чувствует себя преданной какие у вас планы какие новые возможности может быть у вас появились в связи с ситуацией с пандемией пожалуйста Матаджу Гаурапри если вы на связи включаетесь Харе Кришна дорогие преданные буквально вчера я прослушала лекцию Шивы Павпады где он постоянно во всех лекциях говорит что самая большая опасность для преданных это потерять преданное служение и вот мы уже много лет поклоняемся божествам и казалось что это будет всегда и в один момент и пришла пандемия у нас пропала возможность ходить в храм но с другой стороны наши духовные учителя говорят что все эти препятствия это всего лишь трудности которые мы должны преодолевать это совсем не значит что мы должны оставлять свое служение и как продолжать свое служение когда есть препятствия трудности то мы должны спрашивать вопрошать у старших преданных поэтому мы получили руководство от GBC от наших духовных учителей что пандемия нужно сохранять самоизоляцию но с другой стороны когда мы собрались коллективом тоже в интернете нашего кафе то в какой-то момент стало понятно что вот пища жизни и кафе это сейчас единственная возможность чтобы люди получали просад ну и как-то вот эта идея она заряла наши сердца и может быть вот эта самоизоляция она прекрасна тем что можно было больше слушать лекции то что не всегда удается дать ну возможность себе погрузиться более тщательно повторять внимательно святое имя вот эта вот мысль миссии может быть такой небольшой город небольшой кафе не такое у нас огромное она все-таки вытолкнула нас из самоизоляции вот и решением коллектива мы большей частью сотрудников вышли на работу на служение в кафе тем более что губернатор Роспотребнадзора они разрешили работать на доставку ну это был нектар потому что мы сначала очень-очень сильно боялись что действительно на Омск не такой богатый город и денег людей нет чтобы доставку заказывать и тут очень большое прям спасибо стали идти знаки то есть мы не знали все-таки решаться на открытие такое или нет потому что аренда идет коммуналка идет все равно преданных поддерживать надо какие-то оплаты надо делать и вот я хотела поблагодарить Санатана Говинду то есть он сказал что я буду продолжать в кафе ходить что-то заказывать кушать то же самое Ганга Хари он сказал хоть денег и не так много но я буду ходить к вам кушать потом Слава Ширшин то есть они стали нам привозить свою продукцию за бартер в некоторые разы поэтому вот эта вот такая семейная поддержка она воспринялась нами как знаки Кришны что все-таки преданные продолжайте проповедовать и распространять просад ну и мы естественно стали думать что сейчас не так много людей будет приходить что же делать что же делать и родился новый проект вместе с схемой Лакшми то есть мы организовали онлайн доставку и онлайн проект лечебного правильного питания то есть у нас в настоящий момент уже более сейчас я скажу более 30 человек стояли на доставке те кто первый раз кушали просад вегетарианский и в общем мы организовались буквально в последний месяц только где-то больше 70 человек кто прошли эти курсы и они уже научились предлагать свою еду прослушали некоторые лекции такие популярные публичные лекции читания Чандрича Рана Прабу ну то есть это вот как раз отзывается на название нашей встречи что трудности они всегда рождают возможности поэтому мы сейчас вот все-таки доставку будем очень серьезно развивать поэтому как бы есть такое удовлетворение небольшое в сердце что все-таки ну мы шагнули вперед в этом направлении удовлетворение в сердце есть что сотрудники кафе многие сразу же сказали мы готовы просто выходить как правоведовать через просад это тоже так было очень дорого сердцу ну и поддержка ядра то есть как я уже сказала что преданные они оказали вот эту семейственность коллективность что она была не на словах а именно почувствовалось что мы на корабле который плывет ну поэтому вывод какой здесь мы я по крайней мере сделала мы общались с администраторами с Амалабатой и Прабу что служить можно в любых условиях что это всего лишь препятствие как служить нужно спрашивать у старших преданных ну это служение а не прекращать потому что даже сейчас когда была пандемия и в храм ходить нельзя было все равно продолжать служение делать гирлянды мы могли у нас в кафе собирались мы там тайком несколько матаджи мы делали по субботам гирлянды то есть можно было делать гирлянды дома надев чистую одежду можно было передавать просад божествам то есть в принципе можно остаться при всех сложностях вовне но продолжать служить и занимать свое служение потому что все-таки есть небольшая как бы часть преданных которые не смогли найти возможность служить им сейчас служение возвращаться сложнее то есть все-таки майя как я увидела тоже она покрывает и затягивает поэтому мой вывод такой что ни при каких обстоятельствах служение свое не прекращает то есть каким-то образом подлезть под забор как тоже это было в период пандемии когда у нас не было ключа но нам разрешено было выходить в храм мы там даже маленько подлазили ну вот еще раз хотела сказать спасибо всем преданным спасибо совету потому что своевременное решение правильная позиция потому что мы сопротивлялись на закрытие храма как бы но все-таки совет принял мудрое решение у нас в принципе заболевших за счет того что проводились какие-то программы не было тоже приятно ну все Харикришна большое спасибо Матхаджи Горопре за вашу презентацию у нас также есть на связи планеток коров я хочу предоставить им слово Матхаджи Аттеприя Вриндарани да наверное будет представлять планету коров что у вас происходит Харикришна что представляется Браджи Раджи пробуй все преданные примите наши поклоны мы попробуем пока Браджи Раджи пробу начнет мы включим демонстрацию экрана чтобы всем было Харикришна дорогие преданные Харикришна Гуру Махарадж примите наши поклоны сейчас вся ферма здесь можно попросить организаторов разрешить нам демонстрацию экрана у нас на ферме сейчас около 30 преданных уже организовался организуется палаточный городок потихонечку преданные приезжают в связи с ситуацией в стране и в мире у нас боев никаких не произошло мы были спасены что у нас есть земля что у нас есть коровы сейчас очень большой интерес проявляется к сельскому хозяйству и министр Искон сельского хозяйства ведется работа и комитет по сельскому хозяйству ведут работы как улучшать в Исконе сельское хозяйство как заниматься землей также вокруг нас много обычных людей которые живут и начали приезжать и интересоваться тем почему у нас получается выращивать органические овощи каким-то образом приезжают очень много соседей за молоком просто пообщаться походить в этом году мы очень много засеяли посадили овощей много преданных трудиться взяли ответственность у нас каждый преданный взял какую-то ответственность за какой-то либо овощ либо ягоду либо дерево вот и видно что идет прорыв медитация идет на выращивание овощей вот огромное благодарность старшим преданным которые приезжали помогали и приезжают также была организована совместно с ядрой посев посадка картофеля вот абрикосы у нас в этом году себя хорошо чувствуют которые выращивали из косточки также два гитара тыквы идет прорыв строительстве овощехранилище несколько теплиц было построено в связи с засушливым засушливой весной очень жарко и необычно и так как сейчас пошел только первый дождь то с травой небольшие напряжения но также было посеяно 120 гектар многолетних трав для коров и еще огромная благодарность на ферме сейчас проживают старшие преданные которые регулярно проводят шримадбагават там идут очень мощные киртаны вечерние багават-гиты приезжают старшие преданные из Омска дают шримадбагават то есть и вот ситуация на планете коров она стабильная стараемся не запускать вирус который много идет информации о коронавирусе то есть стараемся больше говорить о Кришна Катхе сейчас есть проект иммерсивного театра это театр под открытым небом готовится этот проект участвует администрация города чтобы сделать программу экскурсий на ферме которая будет называться экофермер профессия будущего вот это будут также детские программы экскурсионные и программы для взрослых они будут поучительные познавательные будут работать аниматоры шьются костюмы так как сейчас нету возможности принимать на ферме в оффлайне то сейчас много работы проводится для подготовительных работ и когда откроется то более 10 программ будет экскурсионных о профессии фермер о земледелии о молоке о коровах вот и администрация города она сейчас как-то обращает внимание что все-таки есть в городе гуманный проект что сейчас нас называют администрация говорит что 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 это земля счастливых коров последний раз несколько местных жителей назвали нас люди кришны ну как-то вот так получается но стараемся чтобы коровы получали хорошее питание чтобы забота земле была учимся и пытаемся делиться этими знаниями с другими Харе Кришна также у нас еще вот можем наблюдать что идет реформа по ограждению территории увеличиваем территорию для коров сейчас на ферме больше 120 коров и они требуют более большей площади пытаемся сейчас больше смотреть о защите дальних кордонов делаются уже около почти к тысяче подходим заборов ограждаем территорию делаем прогонки чтобы удобнее было для коров перемещаться ну и также чтобы коровы чувствовали себя счастливее и у преданных все было хорошо спасибо вам огромное огромная благодарность что мы можем ежедневно слушать лекции Гуру Махараджа что вы даете это нам общение спасибо вам Харе Кришна дорогие преданные судя по всему интернет соединение не очень качественное жалко что мы не дослушали доклад Раджа Раджа Прабху но из того что он сказал становится понятно что планета коров очень активно развивается судя по всему у нас очень хорошие перспективы в этом направлении благодаря усилиям и служению преданных которые искренне занимаются служением на планете коров если мы предоставим возможность Раджа Прабху если у них наладится связь также сказать еще если у них есть что сказать сейчас я хотел также попросить Рамешару Прабху сказать о ситуации в пяти истинах может быть возможно получить Дашан Панчетат мы очень ждем также вашего включения мы знаем что у вас происходит много также событий вы включены в служение вы также поддерживаете поклонение Божества Рамешару Прабху у вас примерно 5 минут пожалуйста включайтесь Дарья Кришна дорогие Вашнавы дорогая матушка Мандакини дорогой Гору Мухарадж ну да мы сейчас присутствуем в обители Шиши Панчетат возле их стоп домом семьи пятистин ну и мы конечно же сейчас попробуем организовать по видему интернет соединения тоже не позволяет выйти на связь хотя эти преданные я видел они присутствовали на наших иштагошках но сейчас их экран темный по-видимому нет связи мы будем продолжать когда наши иштагошки по мере того как преданные будут подключаться если у них связь будет налаживаться Манибанху это у вас связь выслушать истинных я слышу преданных видимо у тебя со связью что-то слышь меня вот вся Панчетатва здесь на виду я я может в двух словах расскажу как Гангар Харипрабу сказал у нас строгие меры были приняты то есть мы никого не выпускали никого не выпускали и как бы почувствовали что в жизнь вот совместной в общине она показала что мы можем достаточно так же высокими стандартами оставить поклонение божествам потому что все преданные не здесь присутствовали по милости божеств никто не заболел у нас все здоровы все в строю небольшая реформа произошла в поклонении божествам мы упростили поклонение то есть какие-то провели меры при этом стандарт он практически не не снизился но упростился и мы идем по стопам Майпура то есть они тоже стараются чтобы поклонение Панчетатве оно было простым но высоким при этом мы такую реформу произвели и почувствовали тоже в этом большой плюс также в связи с этой пандемией мы сейчас очень много цветов предлагаем и букетов божествам лесных и они очень удивительные очень красивые преданные с удовольствием выходят в лес собирают то используются этими дарами я недавно читал также в комментариях Шилпропады что само слово ван или лес оно еще подразумевает значение как богатство и мы тоже стараемся пользоваться этим богатством достоянием потому что мы лесные жители здесь в лесу живем стоп поншетат ну я думаю они себя тоже хорошо чувствуют очень красиво всегда преданные одевают их стараются заботиться о божествах также сейчас много блюд из тех продуктов которые уже выращены своими руками много зелени сейчас выращивается здесь шаки предлагаются вот и ну это в целом что касается поклонения божествам и у нас также есть варпананапрабху который сейчас руководит домом семи-пятистан я бы хотел чтобы он в целом о ситуации рассказал здесь в доме у нас есть различные проекты то есть по распространению просада также преданным то есть преданные активно заняты в земледелии вот может быть он тоже пару слов может об этом сказать Ари Кришна Ари Кришна дорогие предные дорогой махараш нам повезло как Рамешарапрабху сказал что мы живем все вместе то есть у нас есть возможность дальше продолжать служение ничего у нас не остановилось все так же продолжается жизнь продолжается предное служение продолжается и мы территорию пятистин разработали под грядки засадили много овощей там редиски зелени рядом поле у нас еще тоже есть с лесничеством мы тоже договорились вот они нам это поле выделили под посадку картошки вот сейчас то что благо пошел дождь уже второй день идет как бы и вот мы радуемся что картошка начнет расти пропалываем ее это около 30 соток а потом еще у нас есть совместные посадки на ферме тоже мы раз в неделю выезжаем помогаем преданным тоже все пропалывать окучивать заботиться о земле еще у нас есть преданные которые вдохновились распространять просад мы малоимущим семьям тоже вот мы выезжаем кормим их продуктовыми наборами потом еще у нас есть косметический департамент распространяется продукция в города то есть продукция хендмейт преданные тоже вдохновлены своими руками это все изготовлять вот и вот такой просад тоже у нас распространяется есть еще у нас новые позиции которые в скором времени надеемся что они внедрятся они пока еще в секрете вот и так же есть у нас разные преданные творческие есть в джаре тоже творческие то есть у нас в доме 7-5 все творческие каждый по-своему Харе Кришна поклону примите Харе Кришна еще хотел бы сказать что уже почти год прошел с установления божеств и 14 июля будет Брахмотцево годовщина божеств вот совсем немного времени осталось но я думаю может быть это в конце можно обсудить просто этот вопрос понять как нам сейчас в условиях сейчас пандемии действовать то есть будем ли мы проводить это мероприятие совместное либо это как-то закрытое будет мероприятие либо можно перенести его я думаю может в конце его обсудить если Манибанку Прабу позволит как-то это организовать большое спасибо Ромешева Прабу за вдохновляющую презентацию я может быть пропустил Даршан Панчататвы состоялся да состоялся у меня просто интернетом был перебой тоже поэтому к сожалению я пропустил эту часть наших Иштагош ну что ж спасибо большое всем преданным за джай Адипуруша Прабу можно включить Панчататву джай шиши Панчататвы джай Большое спасибо всем преданным за предоставленные отчеты презентации в целом можно видеть община живет полноценной жизнью все полны планов энтузиазма сил может быть у Читани Чандричера на Прабу есть вопросы к преданным к лидерам проектов вообще к преданным как ваше впечатление что происходит в общении Читани Чандричера Прабу вам слово вопросов не возникло каких-то потому что я вижу уравновешенных преданных в большей степени чем раньше сияющих вот поэтому у меня вопросы все ушли сразу же когда я вас увидел услышал вот у вас проблем нет никаких вот может быть у вас есть какие-то вопросы еще да мы сейчас перейдем к вопросам большое спасибо Читани Чандричан Прабу мы сейчас будем переходить к вопросам но у нас есть еще буквально короткий мы хотим дать слово Манохари Прабу еще нескольким предным это будут короткие какие-то выступления 2-3 минуты может быть буквально но я все же хотел попросить еще некоторых предных кого мы также просили подготовиться к выступлению чтобы они сказали что-нибудь о ситуации в которой они находятся и первое слово я хотел также еще дать Манохари Прабу он наш главный Пуджаре он находится на передовой также служение и Манохари Прабу пожалуйста вам слово скажите что вы чувствуете Ари Кришна слышно нет меня слышно у меня видео нет я буду аудио прошу прощения камеры до сих пор не купилось но по ситуации то что уже говорили все Гангахари говорили что у нас было собрание несколько санга лидеров но перед этим когда еще только началось пандемия но еще не было даже объявления коронавируса чутье подсказало что надо сделать искусственные гирлянды для божеств и сделали на скорую руку одну партию гирлянд потом вторую партию гирлянд ну я так понял от меня нужно рассказать немножко о стандарте которые организовали с согласованием совета и GBC Ситарин Чан вчера на праву и сама ситуация когда мы обсуждали эти моменты то было несколько пунктов которые оказались важными то есть как поклоняться как проводить праздники потому что два праздника намечалось раванавами вообще был близко как проводить его потом предложение в хоге в каком количестве кто это будет делать кто готовить и решением санги и совета было решено немножко упростить стандарт он не изменялся стандарт как бы стандарт сохранился в таком виде который есть потому что мы поклоняемся через шилограмм поклоняемся можем в уме предлагать все необходимое и пхогу и одежды единственное что изменилось это одевание больших божеств было решено сохранять одежды всю неделю и воскресенье менять эти одежды и предлагать искусственные гирлянды всем божествам также было решено на время не поклоняться горнитай мы решили поклоняться через шилограмм шилу горнитай потому что не основные божества но также поддерживать божества воскресенье их полностью также омывали чтобы они были чистые и предложение в хоге только один поднос шилограмм шилу из-за того что повара были ограничены количество блюд тоже было ограничено и также были по рекомендации гору приема тоже поселить здесь в храме несколько человек ну то есть матыш одна из них должна была менять гирлянды с утра другая предлагала бхову то есть она тоже предлагала бхову готовила бхову от нас мы ежедневно поклонялись и также я обучил матыши поклоняться чтобы была какая-то поддержка потому что два человека это было ну как бы не очень гарантированно что будет поклонение кто-то заболеет естественно на одного человека все это ляжет ну благодаря вот это что вовремя все включились все преданные также приезжали некоторые преданные на служение с утра что вы вы должны действовать согласно времени и мест обстоятельств мы так и сделали и в принципе все преданные которые видели божества они довольны что как бы все происходит на должном уровне я думаю благодаря предным и все это произошло все вот эти и сейчас мы вернули опять вот стандарты в принципе все преданные довольны по поводу праздников мы провели два праздника в закрытом виде ну с трансляцией была полная бхишека раванавами и потом мы некоторым предам отвезли махапрасат черенавриту таким образом потом провели также яги на лисим хачатурдуши тоже с трансляцией потому что я думал ну как бы надо предных защитить мы просили именно лисим хадева защитить предных от коронавируса те кто участвует ну и так как-то повлиять на всю эту ситуацию хотя бы в нашей стране чтобы все было благополучно я благодарен всем предным которые участвовали именно в этом нелегком нелегкое время когда все закрыто что цветов не было по поводу цветов как оказалось что границы были закрыты и количество цветов было очень сильно ограничено но также предные вдохновились что они делали по воскресеньям натуральные гирлянды показывали даршин божеств и кто видел все вдохновились но я думаю это хороший опыт у нас как действует в таких сложных ситуациях потому что у нас не было такого опыта когда нужно было понизить и очень важно было принять решение ответственность за это потому что многие говорили что не надо так делать нужно дальше продолжать поклоняться но это ну всегда лучше исходить из как бы более низкого варианта потому что высокое всегда можно поднять а когда высокое с низкого это уже хуже гораздо ну в принципе все уже было сказано я не знаю если какие-то вопросы есть я уже в принципе все сказал и все было сказано уже так что Харе Кришна дорогие предные спасибо всем кто участвовал в процессе спасибо Монохара Прабу за Ваше участие я был честно сказать очень приятно удивлен когда мне все же во время когда храм был закрыт удавалось попасть на территорию храма в алтарную комнату я для себя сделал очень важное замечание отметил что в храме присутствовал очень хороший порядок хотя предных было меньше в обличчину служения божества поддержания храма но силами брахмачаря ашама силами предных которые были заняты в этом служении поддерживался очень хороший порядок чистота на территории храма и мне кажется даже в этом отношении чистота была даже более лучшей чем до этой пандемии это это мое маленькое замечание то что я отметил посещая храм еще один момент мы успели за время карантина сделать реставрацию потолка там начали делать алтаря потому что предных мало можно было алтарь закрывать и у нас приходила матеджи с супругом я не помню как ее зовут это также с горы при обсудили этот момент что разрешили заходить именно матеджи в алтарь и делать вот эти вот изменения и сейчас пришлось закрасить потолок потому что невозможно было отреставрировать в каком виде и сейчас у нас будет новый потолок над божествами не над божествами а вот рядом где мы сидим где омываем божества там будет новый потолок и когда будет готово мы тоже покажем все это тоже большая благодарность той матеджи которая делает реставрацию она каждый день приезжает тратит свое время они вместе с прудом это делают все знают это вот преданная которая она режиссер в театре вместе с супругом ее зовут Ольга Краскова режиссер Омского театра да да она каждый день приезжает и тратит свое время и со мной советуется как все делать и так что мы совместно там делаем все Харе Кришна все на этом все Харе Кришна спасибо мы конечно все с нетерпением ждем Даршана Шишират и Говинды также еще все преданные я знаю мне также звонят спрашивают когда можно прийти на Даршан все хотят уже восстановить то что было в прошлом возможность непосредственно созерцать прекрасной Шишират и Говинды у нас во время карантина также была ситуация с преданными которые остались в Индии они не смогли выехать вовремя до закрытия границ была достаточно непростая ситуация несколько преданных из Омска в частности они оставались во время давани и я хотел также дать сейчас слово Матаджи Према Келли которая непосредственно была в Индии я знаю преданные из общины принимали участие в их приезде сюда назад в Омск может быть у вас есть какие-то впечатления которыми вы хотите поделиться у вас есть 2-3 минуты пожалуйста следите за лимитом времени у нас осталось не так много времени для конференции но у нас еще есть вопросы Матаджи Према Келли если вы на связи пожалуйста трансляцию с храма она даже здесь я видел и тут включил если коротенько мы застряли где-то больше месяца мы там находились в разных гостиницах нас было около 30 преданных из разных городов вот но как говорил Шрилл Папада что нужно из самой плохой сделки получить максимум пользы чем мы и занимались вот по милости Нанда Кумара Прабу это региональный секретарь Хабаровского края у нас были потрясающие классы Шрима Пагава там мы полностью проводили все утренние программы вечерние программы поклонялись божествам конечно мы были лишены просада но как нас правильно настроили что все есть милость Кришны и в том что нам приносили в том чем нас кормили мы тоже пытались разглядеть милость Господа вот также нам удалось за это время провести в Дели несмотря на такой строгий карантин три Харинамы две из них были в гостинице сотрудники консульства России в Индии они это поддерживали они были не против то есть мы выстраивали старались выстраивать хорошее отношение вот третья Харинама у нас была прямо в аэропорту в пустом как никогда многие посмотрели на преданных Господа Кришны с другой стороны многие заинтересовались вот и конечно же большое спасибо Манибанхи Прабу и Матаджи Рашема Манжари его супруги за то что они очень переживали настраивали всю нашу ядру на то чтобы все молились за нас хотя на самом деле мы находились в очень хороших условиях по милости Господа и также хотелось поблагодарить преданных питерской ядры потому что многие из нас после того как мы вылетели из Индии попали в обсерватор где также отсутствовало питание даже были проблемы с вегетарианским питанием но преданные даже дошли до телеканала НТВ и рассказали о нашей ситуации и по милости преданных добились того чтобы нам разрешили привозить просад его было много после разлуки с просадом месячным в Дели это конечно было такое упоение ну в принципе все огромное всем спасибо преданные за ваши молитвы наверное только по этой причине мы так хорошо используя и провели свое заточение свой карантин мы много воспевали молились за тех кто сейчас находится в более трудном положении поэтому спасибо вам большое Харе Кришна спасибо Матаджи Примакели очень хорошо что все сложилось благоприятно и вы теперь опять вместе с нами полный сил и вдохновения продолжать ваше служение у нас осталось не так много времени дорогие преданные если у вас есть вопросы которые вы можете сейчас задать вы можете это делать либо записать в чате эти вопросы и я постараюсь их озвучить либо если у вас есть вопросы поднимите руку дайте знать и мы также дадим вам возможность вживую задать ваш вопрос участникам этого иштагошки в чате появился вопрос от Матаджи Амриты Сварупы как расставить приоритеты в духовной и материальной жизни чтобы чтобы в центре нашей жизни было служение божествам Шиширадхи Гавинды кому адресован этот вопрос здесь не указано наверное тогда вопрос мы адресуем к его милости читания Чандрича как расставить приоритеты материальной деятельности и духовной деятельности так я понял да это несложный вопрос вы же знаете что он это вопрос регуляции саморегуляции чтобы это не делать чтобы ты не делал чтобы не предлагал делать как же это приношение мне и так действует дух таким образом когда мы действуем для Кришны то что мы делаем мне нужно уточнить вопрос потому что вопрос ответ очень простой у нас есть сада на бахте есть регулирующие принципы есть также занятость деятельность это все отрегулировано по времени ежедневно мы так живем в чем же ваш вопрос может быть имелось ввиду что в связи с непростой ситуацией внешне сейчас преданным очень сложно приходить в храм может быть есть опасения у преданных что есть риск заразиться вирусом то есть внешне все неблагоприятно но при этом преданным предстоит продолжать свое служение и преданные хотят увидеть как не вдаваться в крайности занимаясь служением с одной стороны чтобы служение не останавливалось с другой стороны есть опасность и вот чему мы отдаем приоритеты где здесь эта золотая середина может быть в этом есть законы законы мы сейчас действуем согласно законам государства мы не знаем что это пандемия не пандемия мы ее не изучаем не исследуем мы можем собственно говоря индивидуально к этому отнестись кто как кто-то может прямо в пандемии проповедовать есть такие герои которые готовы умереть ради проповеди вот кто-то переждет это также индивидуальный вопрос поэтому в этом в этом смысле мы действуем согласно как организация согласно законам государства вот это есть наша регуляция если запрещено собираться скажем большим количеством мы не собираемся мы используем интернет мы используем какие-то еще возможности мы общаемся находим решение как Гаура Прима рассказывала об этом они тем не менее нашли выход видите пообщались стали на вынос готовить просад все хорошо работает также и в храме нашли выход кто-то поселился там там решил самоизоляцию сделать свое храме и заниматься служением вот это опять же несложный вопрос находите решение есть разум коллективный разум собираемся обсуждаем принимаем какие-то решения находим большое спасибо есть также вопрос у Матаджи Гавраприи может Матаджи Гавраприя вы озвучите ваш вопрос можно вывести на экран Харе Кришна дорогие преданные Читание Чандра Чаран Прабу многие преданные сейчас пишут и задают вопрос будет ли осенью Гуру Крипа у нас в Омске вряд ли нужно это планировать потому что в Казахстане пандемия сейчас в полном разгаре больше чем в начале гораздо больше то есть говорится что до конца года скорее всего будут какие-то сложности даже похоже что GBC может отмениться осеннее а школа лидеров тогда то же самое то же самое пока то есть планировать не нужно сейчас спасибо Харе Кришна жалко мы будем молиться тем не менее чтобы ситуация изменилась может быть если произойдет вмешательство Кришны то мы конечно же постараемся воспользоваться этой возможностью и приложим все усилия чтобы все же фестиваль сложился если конечно позволят внешние условия большое спасибо за этот вопрос у нас есть вопрос от Матаджи Хима Хима Вакшми может быть Матаджи Хима Вакшми если у вас есть возможность может вы озвучите этот вопрос в эфире пожалуйста включите звук вас не слышно я включила звук как включить звук сейчас секундочку звук включен да теперь меня слышно да у меня включен звук слышно 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 я хотела спросить Харе Кришна Гуру Махарадж у меня Харе Кришна дорогие преданные я хотела спросить почему уходит вдохновение на служение именно в храме и сейчас пандемия то есть вопрос очень сильно как бы меня беспокоит и служение в храме оно становится какой-то трудной обязанностью и и находится множество уважительных причин чтобы отказаться от служения ну ты предлагаешь служение человек тебе говорит ну множество причин и может быть у самого нет вдохновения которое другого может вдохновлять может какая-то причина как вот правильно к этому относиться и как правильно вдохновлять преданных может у самой не хватает может как свое вдохновение поднять для начала спасибо вы говорите о служении потому что у вас уже есть проекты которые нужно поддерживать приходится поддерживать любой ситуации поэтому вы говорите о служении заботитесь об этом я говорю о том что вам нужно сейчас углубить свою джапу потому что во время карантина у вас не будет интенсивного общения не будет больших киртанов не будет фестивалей это трудное время на самом деле это понятно при этом еще есть проекты поэтому все что у вас остается это хорошая джапа и книги про упады участие вот онлайн марафоны вот такие такая форма общения поэтому сейчас это очень важно и очень нужно для движения не только служение поддерживать проекты но именно повысить свой уровень джапы я об этом говорил уже несколько раз от этого будет зависеть будущее нашего движения дорогие потому что как только что ты сказал энтузиазм может и уйти проекты есть так бывает и нередко бывает что проекты остаются энтузиазм уходит в чем же дело но есть влияние гун есть материальная природа и как же мы справимся с этим нам нужно очень хорошая джапа мы запустили свой джап уже давно как движение симптомом было то что приятные больше жаловались чем задавали философские вопросы и изучали книги про упады больше было жалоб на жизнь это означает что плохая джапа святого имени практически не было концентрации движение растет проекты появляются а жалоб становится больше 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 книга жалок у нас было все джи-биси и региональные секретари президенты это просто были мусорные ящики для жала это был плохой признак тревожный много было критики она росла и росла и росла вот эти были симптомы хаоса пролая какая-то была что готовилось к какому-то распаду и вот наконец пандемия дождались что это такое проекты остаются повторяйте прелесть джапа возьмите за свой ум за себя возьмитесь и тогда вы сможете поддерживать проекты в любом в любой ситуации при любых обстоятельствах книги правопады если вы читаете книги правопады регулярно у вас будет все хорошо если у вас хорошая джапа у вас должно быть все хорошо с вашим умом с вашими чувствами с вашим сознанием тогда у вас будет такой энтузиазм что будет не остановить просто никакая пандемия не остановит его вот я о чем сейчас говорю я абсолютно верю в это что если вы улучшите свою джапу мы сможем подняться на другой уровень как бы нашей цивилизации искон и культуры искон так что воспользуйтесь этим временем ничего страшного немножко служение страдает понятно пандемия да где-то нельзя что-то можно что-то нельзя но мы делаем то что возможно кришна личность понимает все это где-то мы уступаем стандарты понижаем но продолжаем тем не менее это делать но ты спросила про энтузиазм это самое важное энтузиазм это святое имя это наш контакт со святым именем очень ясное указание важности внутренней качественной внутренней духовной жизни предания святому имени это наша юга дхарма наш основной метод духовной жизни из которого проистекает все наше служение внешне энтузиазм большое спасибо за этот ответ у нас есть также еще одна важная я предлагаю я предлагаю такую вещь если вы видите что у кого-то есть сложности со служением там скажем есть снижение энтузиазма вы не должны предлагать ему служение в таком настроении если даже человек это делает обязан делать но у него какие-то сложности есть снижение энтузиазма должны сначала поговорить с ним о том как его духовная практика как джапа может быть вместе почитаем книги вот о чем нужно говорить не то что этот человек не хочет служить и мы недовольны и его тоже критикуем давай другого человека нет надо позаботиться я предлагаю заботиться сейчас о нашей духовной практике все должны обратить на это внимание друг другу как у тебя джапа должны знать как джапа у твоего соседа хорошая или нехорошая сосед бывает с четырех сторон спереди сзади слева справа вот как минимум четыре преданных вы должны знать как у них джапа в каком качестве джапа как они читают книги может вместе почитать может вместе повторить круги по онлайн даже так делают преданных очень хорошо спасибо это важный акцент я думаю он расставляется по своим местам что первостепенно это свобода и вдохновение преданных заниматься служением а не просто необходимость в том или ином служении большое спасибо у нас важный момент у нас не так много времени остается но важный момент который мы не можем не поинтересоваться у вас вопрос от рамешары прабу из пяти истин что как лучше нам в этой ситуации проводить брахмотцеву панчататвы с одной стороны какие-то ограничения уже сняты появляются возможности что-то уже делать но с другой стороны ситуация также остается все равно достаточно неопределенной и каковы будут ваши рекомендации с этим важным мероприятием в нашей общине его нужно провести для всей общины онлайн подключить а возможно что пять истин соединится с планетой коров то есть если ситуация будет позволять то мы будем проводить этот фестиваль для общины но если ситуация будет оставаться сложной то мы в любом случае проводим фестиваль но с подключением интернет возможностей да а планета коров и пять истин могут объединиться физически они общаются планета коров что вы думаете да мы на Мангаларте ездим к божествам нас тут не так много порядка 50 человек всех вместе это пять истин планет коров не так много это целое ядро огромное 50 перед может быть целая армия можно такой праздник сделать что ой-ой-ой 50 преданных было на первом фестивале говори про ним с правопадой это был международный большущий фестиваль считался у вас 50 человек на планете коров и 50 достаточно чтобы провести хороший фестиваль спасибо большое нас преданные вдохновлены приготовить 108 блюд я думаю мы просто тогда в храм привезем этот махапрасат от панчетатвы и можно будет его распространить все кто хочет могут прийти в магазин или в храм думаем черенам вот видите складывается просад будет значит праздник состоится большое спасибо за это за эту хорошую перспективу у нас время оно заканчивается буквально может быть я мало бакта пробую я знаю что тоже у вас есть вопросы у вас есть вопрос у вас есть буквально 1-2 минуты дорогие преданные гору махарадж матушка мадакине примите мои смиренные поклоны хочется выразить огромную благодарность от всех преданных за то что мы ежедневно можем слушать кришна катху из ваших уст подключаясь к гуру ашаму мы каждый день получаем от вас наставления которые можем применять в жизни это очень ценно для нас потому что сейчас как все говорят приходят испытания трудности но когда мы слушаем вас утром читаем книги шиппад повторяем жапу то страдания уходят и мы идем просто исполняем свой долг это очень вдохновляет как как говорится шиппада что преданный никогда не страдает это то есть можем на практике это почувствовать поэтому вам огромное спасибо за то что вы такое нектарным даете ежедневно вот по поводу кафе матча группе сказала и у нас коллектив 28 человек и мы уже 3 месяца не работаем и непонятно когда нас откроют но в любом случае мы стараемся сохранить его на 90% мы его сохранили и поэтому также будем продолжать распространение просада в Омске которую вы нам поручили исполнять наше служение мы это не перестаем и пользуемся случаем хочу сказать Гуру Махара что сейчас в Омске находится 112 инициированных учеников они все живы-здоровы соблюдают свою садвину служат как бы своим служением занимаются 15 человек повторяют пранаму мантру и ждут такого своего счастливого часа когда принесут вам свои опеды а также 3 человека еще вам планируют принять у вас прибежище вот вкратце хочу сказать большое вам спасибо Гуру Махарадж Ари Кришна большое спасибо Маков Бакте Прабуху за хорошее настроение спасибо итак наша встреча должна заканчиваться то если у кого-то хорошее настроение то поделитесь с кем-то еще не забывайте об этом если у кого-то настроение не очень хорошее присоединяйтесь к тому у кого лучшее настроение но взаимодействуйте не не замыкайтесь себе в хорошем настроении в плохом настроении не будьте индивидуалистами звоните говорите у меня плохое настроение вдохновляй меня а кто-то за меня хорошим настроением нужно вдохновение какой-нибудь знаешь что прочитал что услышал сегодня хочешь знать ну то есть это же передается и депрессии передается хорош на стране передается надо пользоваться этим большое спасибо у нас буквально мы должны уже заканчивать нашу трансляцию может быть я хотел предоставить последнее слово вам читание чан вечером пробуем от джиман дакини если она еще на связи в завершении подвести некоторые итог встречи пусть мата джиман дакини скажет несколько слов okay let's see thank you yeah harry krishna so uh thank you thank you so much it was really enlivening спасибо большое все было очень вдохновляюще and then as as you say dear chitanya chandra charan prabhu there is a good thing actually about this pandemic it's just to bring the family of devotee more and more together because alone we may be very weak alone but together we become very strong and helping each other and as you say the good mood or optimism is very contagious so is depression so together we'll be very strong and we we will succeed in fulfilling the mission of shirya prabhupada by spreading krishna consciousness because when i ask why he came to to this western world he said he came to make everybody happy so we can do that if first we take care of each other and we if we cooperate with great joy and the wonderful guidance so thank you very much to to be such a wonderful community into the expert guidance of the that you are the expert Замечательная община, и спасибо вам за великолепное руководство читания Чадр-чаран-таболта. Харе Кришна. Аджимандакини, от вас всегда распространяется оптимизм. Матаджимандакини, you are always spreading optimism. Он сильно передается нам. And it's very contagious. So let's raise your hands. Иди в огромную махамантру. Харе Кришна. Харе Кришна. Харе Рама. Харе Рама. Пусть преданные будут счастливы. Пусть коровы будут счастливы. Пусть все намахаты, кафе, там, что у вас есть, все друзья Кришны будут счастливы. Общайтесь, пожалуйста. Не держите в себе какие-то проблемы. И занимайтесь служением. Но главное, повторяйте. Святое Имя. Насколько возможно, внимательно погружайтесь туда. Разумом, умом, чувствами. Туда, туда, туда. Этот мир всегда такой. Не беспокойтесь о нем. Беспокойтесь о Кришне. Мир всегда такой материальный, плохой. Кришна всегда хороший. Всегда хороший. Всегда, когда к Ним обратитесь, всегда будет все хорошо. Харе Богу, удачи всем. Харе Кришна, спасибо вам большое. Субтитры сделал DimaTorzok